Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Как вы знаете, меня зовут Олег Алабгудвин. Я великий популяризатор массажных технологий и других техник по работе с телом человека на всем русскоязычном пространстве интернета. И хорошо, что вы подписались на наш канал Академия телесориентированных практик. Нажимайте обязательно колокольчик, подписывайтесь, чтобы колокольчик нужен, чтобы получать постоянно новые уведомления. Сейчас мы будем в таком демонстрационном режиме проходить ударно-динамические, ударно-волновые методики воздействия на тело человека. Я вам покажу несколько методов, а подробнее, естественно, все это вы узнаете на тренинге, когда придется на специальный наш тренинг. Вот, в первую очередь, мы используем бамбуковые палочки. Это кривольский массаж. Они, в принципе, есть разного размера. От тоненьких, толщиной из палец, до толстого племна, толщиной из бедра человека. Используются по-разному. Для прокатки вдоль тела человека. Человек должен лежать ровно, расслабленно. Используются ударные методы. Толщики такие. За счет того, что они полые здесь, получается такой вакуумный эффект. Используется противоположная сторона, которая закрыта. Там находится сыпучее вещество. Ну, как правило, это либо мелкая галька, рис, либо гречка сушеная. И получается потрясающий эффект. При ударе по телу согревается не верхняя часть, а прогревается за счет импульса внутренние части, внутренние ткани, мышцы. Часто используется такой массаж в антицелетных целях. Поэтому бьем в основном по мягким местам, по костяшку не задеваем. Ноги надо чуть расширить. И обычно такая методика делается под музыку. Я вот сейчас музыку включу. Такую выбирайте любую, ритмическую. Ну, такую вот, например, мелодию. То есть, на американские, может, хорошее понятие мелодия. Во время этой процедуры постоянно у нас меняется амплитуда, ритм ударов от слабых, начинается слабых решений, естественно, до более сильных. На коже появляется и особо разное гиперемение, но не бойтесь, синяков не образуется, потому что мы все тело обрабатываем, и я, может быть, в таком-то очень остром, проблемном месте. На самом деле, искаляя стримка, в колесо-профе, все это быстро выходит из организма. Чтобы проработать бедро с этой стороны, ногу разворачиваем и всю эту программу нашу ускоряем. Лука должна ходить свободно, плавно, как у барабанщика, за счет кисти. Не сжимайте сильно, иначе быстро у вас уставнут мышцы подплечья. И, соответственно, ну, просто будет неприятно, больно, долго его не уйдем. Потом вот такая амплитуда, с двух сторон можно, палочками друг за другом не задеваем, вот так, как я сейчас это сделал, чтобы они не разрушались. Далее прорабатываем внутреннюю часть бедра. Так, сюда, передум, немножко не такой. Сейчас, да. Вот что-то вот такое, примерно, должно быть. И, в общем-то, все это, на самом деле, происходит не болезненно, а даже весело. Даже можно пританцовывать в летней музыке. Так, вот, смотри, вот. Еще раз повторяюсь, не бейте по косточкам. Старайтесь промакивать мимо остеи лопатки, плечевые, пятки. Хотя пятки, на самом деле, очень мягкие, и тоже можно проработать отдельно. Так, вот, можно достаточно сильно пробивать. Опять же, методы прокатки. Такой рулинг-массаж получается. Подробнее покажу на тренинге. А теперь еще один метод. Это бамбуховые веники. Самурайский массаж. Вот, все-таки, без музыки. Тоже, в принципе, делается под музыку. Специально подбирается, где сначала ритм ускоряется, потом пауза замедляется, и потом опять ускоряется. Нужно подобрать такую мелодию, чтобы примерно на 7 минут вот этот вот ритм так вот играл. Самурайский, потому что его придумали в Японии, использовали в Советском Союзе еще для быстрого восстановления спортсменов. Быстро идет встряска всего организма, быстрее начинает работать лимфа, ускоряются метаболизмы в теле человека, быстрее отпускают мышцы, и быстрее уходит молочная кислота из мышц. Значит, сначала мы подготавливаем человека на жизнь, чтобы он привык. Такие удары уже сразу задают в Союзе умерли в теле человека. Начинаем с верхних ударов. Здесь, смотрите, можно брать вот здесь их повыше, можно пальцем уплотнять их, чтобы был удар пожоще. Можно перехватить подальше, и уже такой хлесткий получается удар. Самое негативное, что можно сделать, это ударить кончиками. Ни в коем случае кончиками не бьем. Рассчитываем удар так, чтобы они промахивались мимо тела. Можно идти по голове. Пускай голову. Два рукам. Соединяем двинники вместе. Дальше получается еще мощнее. Обурием. Светниками. Это хорошо как раз по стопам проходится по пяткам. И заканчиваем такой массаж, а выше тем, что спускаем энергию сверху вниз. То есть вообще и этими палочками, и этими палочками мы стараемся начинать снизу и пробиваем до верхушки, да? А заканчиваем все наоборот. То есть вот мы пробили ноги. расширили веточки наши веника мягкими поглаживающими движениями, такими, как кошечка, как будто бы, лапками. Это даже приятно. Приятно, да? Успокаиваем тело человека. И переходим к следующим методам. К ударным методам, а то есть также и их тупые части, черенка, которыми можно разбить определенные застурии, сгустки в организме. Также эти сгустки можно разбить и битой. Ну, если разного размера палочки, в принципе. Даже сегон, пожалуйста. То есть аккуратно, конечно, по костям не попадаем. По лимфоузлам тоже не попадаем. Там просто такие методы и не используются. Следующий метод, это, естественно, наши руки. Вообще, все вот эти вот способы ударные, да, они применяются в так называемом массаже четырех стихий, про которые вы узнаете, когда придете вот именно на такие сеансы. Либо на, у нас есть массаж на вечеринке, там мы как бы вот проходим такие вот, ну, скажем, экзотические непрямые методы воздействия на тело человека. То есть сначала подбирается музыка определенная, идет массаж земли. Это мы продавливаем все мышцы, все тело человека, сдавливаем его целиком. Если говорить по массажной вечеринке, то там это делается коллективно. Над одним человеком могут работать от трех до семи-восьми человек. А там идет элемент огня. Меняется музыка, и мы используем вот эти все удары. У кого нету там, допустим, палочку, да, то мы используем шлифовый секунь. Шлепать можно открытой ладонью. Можно делать такую вакуумную подушечку, чтобы не было тут нигде дырочек. И как бы смягчается удар. С другой стороны он тоже проходит гораздо глубже. Как бы такой тепловой удар получается. Используем кулачки. Первый вариант. Это мы легонечко смыкаем его, даже почти не касаясь. И удар будет хлесткий. Второй удар. Это мы полностью кулаки сжали. Удар получается жесткий. Третий удар. Это ребром ладони с пальцами. Получается такой эффект трещотки. Пальцы должны друг за другом ходить. Здесь еще очень интересно то, что рука может вокруг тела пробивать вот так вот по кругу она как бы понимает тело. Удары также могут быть потом такие как бы успокаивающие. Пальчиковый дождик или пальчиковый душ. Очень приятно бывает. Они быстро-быстро-быстро чередуются, как капельки воды. Далее идет элемент воздуха. А, элемент воды сначала. Здесь мы делаем успокаивающее движение. Тут такая вот тряпка с тряской и поглаживанием. Тряска, переходящая в мягкое поглаживание. По организму все течет. Энергией его наполняют. Растекают по всему организму. И в заключении используем метод энергия воздуха. Для этого что можно использовать? Есть специальные венечки такие. Либо из перышков сделанные с пленой. Они, сейчас не успеем подготовить, там лежат. Они, короче, мягко так тело возбуждают. Можно делать тряпочкой. Или даже не касаясь. Механизма энергии воздуха. Передаем ему потрясающую энергетику. Я вам скажу, что есть такой массаж огненного дракона. Китайское название, естественно. Там специальные вееры. Вееры, как вам сказать, у которых длинная, вот такое, даже еще длиннее, такой шлейф из ткани. Такой легкой газовой ткани, которая мастер двумя веерами подбирает, причем психологически, по цвету человека, на тот момент в каком-то состоянии психологическом он находится, обмахивает его, можно лежа, можно стоя, и вы не поверите, даже не касаясь тела человека, у него проходит все. Мне такое делали, я сам был в шоке, на самом деле. Снимается усталость, заряжается энергетикой, эмоциями, организм. Так что, такие массажи мы тоже у нас будем преподавать в нашей школе академии телепрактики. И к воздуху еще относятся ударно-вибрационный массаж чашами. Они есть разного рода, разного размера, тибетские тибетские проющие чаши называют их обычно. Устанавливаются на чакры либо на проблемные зоны. Чакры идут возле каждого сустава, поэтому между ногами тоже их можно поставить. Нет, просто продемонстрирую быстренько. Вообще они подбираются по чакрам их диаметр меняется. Есть самые большие, есть маленькие чашки, как блюдечко, даже не блюдечко, как пиала небольшая. Есть большие вот такого размера, диаметром метр стази, в который погружаешься полностью целиком ногами встаешь, нагло такое же одевают и в общем как по кумполу бьют молоточком погружает тебя всего в звуковую волну. То есть за счет чего это происходит воздействие за счет того, что идет потрясающие звуковые вибрации. Помните, есть такое выражение в православии колокольный звон лечит. Действительно помогает на расстоянии вылечить человека. Но он звучит примерно минутку. Здесь же эта чаша и вот поближе вы услышите что она до сих пор звучит. Она звучит около трех минут. Здесь специальный сплав из пятиметалов используется, который получается звук богатый очень абертональными созвучиями. И за счет концентрических кругов он уходит и проникает вглубь тела человека воздействуя даже на креточном и субклеточном уровне. Воздействуя на нейроны нашего организма. чаши ставят как на тело так и вне тела. Такая процедура может использоваться как самостоятельная. У меня знакомый есть у него около 30 чаш он выезжает в течение полтора часа два часа проводит эту процедуру организм полностью перерождается такая медитативная процедура но в принципе можно в вашей практике использовать допустим пять чаш этого в принципе достаточно вы переставляете в разные места организма и потихонечку усиливается воздействие вообще есть курсы по мастерству этих чаш там много ступеней по-моему 4 или 6 ступеней сейчас точно уже не помню каждая ступень она дает как бы открывает каналы на определенные виды лечения и там на высших ступенях вполне возможно и реально даже лечить очень серьезные проблемы вплоть до рака то есть этим чашам попрошу относиться не с юмором а серьезно вот до сих пор не стоит а серьезно потому что все зависит от мастера и от методов воздействия то что вы конкретно в данный момент лечите чем вы собираетесь человека облагородить наполнить насытить так вот дамы и господа мы переходим дальше к нашим практическим занятиям если вы насмотрите то вы ничего не поймете по видео лучше приходите на тренинги как вы понимаете у нас в академии интересных практик тренингов очень много на разные темы по работе с разными целами с физическим с энергетическим с казуральным с ментальным ну и так далее и соответственно чтобы не потеряться рекомендую подписаться на этот канал нажмите колокольчик для уведомлений чтобы вовремя их получать и если вам понравилось понравился этот ролик хотя бы поставьте лайк вам все равно мне приятно будет до новых встреч дорогие друзья пока пока пока